Зажигательные национальные танцы и песни – отличный способ согреться в мороз. Участников фестиваля встречали со всей теплотой сибирской души. Скульпторы из пяти стран мира приехали в Красноярск, чтобы и свои таланты показать, и у других поучиться. Уникальность «Волшебного льда Сибири» в том, что в него включен официальный конкурс для молодежных команд. В других международных проектах такой номинации нет. Отсюда и большая популярность нашего фестиваля у зарубежных мастеров. Только Китай представляет сразу три творческих объединения. От города Хейхэ мы приехали двумя командами – снег и лед. Мы много тренировались, да и климаты наших стран похожи. Так что я думаю, что у нас есть все шансы на победу. За три года существования конкурса в нем приняли участие больше двухсот мастеров со всего мира. В этом году к нам впервые приехали скульпторы из Индии. Ни морозов, ни снега, ни льда в их стране нет. Но тем интереснее для них красноярский проект. Климат у вас очень суровый, нам непросто здесь находиться, но это очень интересно. Каждый новый материал для нас – это настоящий вызов. Мы тренируемся на песке и даже на металле, но по снегу работать мы будем впервые. В нынешнем году фестиваль проходит при поддержке фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Савмена. Впервые в этом году с ледяными скульптурами соседствуют лучшие работы юных красноярских художников. Арт-галерея «Набережная» пополнилась картинами учеников и студентов художественных школ, училища и институтов. Они посвящены 125-летнему юбилею произведения Сурикова «Взятие снежного городка». Очень приятно, что фестиваль постоянно совершенствуется, меняет свои форматы, точнее говоря, дополняет новые форматы. И вот сегодня мы уже видим галерею юных художников, которая выставлена здесь. Работы художников, которым еще нет 15-16 лет, эти работы молодых красноярцев уже сегодня украшают картинную галерею, которая сопутствует фестивалю. Я уверен, что это новые Суриковы, которые прославят наш город. Превращать ледяные и снежные клубы в скульптуры мастера будут до понедельника. Так что у горожан есть возможность наблюдать за процессом в режиме онлайн на сайте администрации города. Итоги конкурса подведут 18 января. Алина Штоколова, Всеволод Никитин. Новости. Новости. Новости.